Потенциальный клиент посмотрел видео и написал, что у конкурентов и товар, и лучше, и цена ниже. Как отработать возражение, удалить комментарий или ответить? Я рекомендую в этом случае приходить вот в группу нашу, потому что я с комментариями работаю четко. Вот давайте так, просто, чтобы я обещал не продавать ничего. Есть два типа критики. Первая критика, она звучит как? У конкурентов и товар лучше, и цена лучше. Вот ссылка на конкурентов, посмотрите. То есть это полезная критика, и я бы не рекомендовал ее удалять, потому что ее надо отрабатывать. Вредная критика, когда приходит кто-то и говорит просто, чтобы что-то сказать. Вот, у вас товар ерунда, цена высокая. Высокая страна ни с чем, он же не знает деталей. Вы всегда должны, вот здесь хороший путь для маневра, сделать хороший маркетолог всегда из этой песни, которая там, ну из этой вот, я называю это песни, да, из этого момента сделает интересный дискусс. А почему там дешевле? Да, там, возможно, дешевле, но если вы еще посчитаете доставку, то цена будет дороже. Давайте обсуждать, давайте договариваться, да? Да, там цена дешевле, но эта камера, она на два года младше, чем наша камера. И поэтому, естественно, у нас закупочная цена такая, поэтому я не понимаю. Либо там можно пойти вообще в контрнаступление и сказать, что, ну, как вариант, там, да, что, если закупочная цена камеры, допустим, там, двадцать тысяч рублей у поставщика, у официального поставщика, я не понимаю, как она может стоить девятнадцать девятьсот. Нет, хотя понимаю, возможно, эта камера где-то была ударена, покоцана, либо возврат, и поэтому ее продают, продают по такой, по цене закупки, чтобы побыстрее избавиться от товара. То есть, всегда надо отрабатывать возражение, то есть, если оно, если оно прилетело к вам грамотно, и люди это ценят, потому что очень часто люди хотят покупать, может быть, когда им надо будет сейчас ваш товар, у конкурента не будет. И вопрос будет то, что вы не боитесь этого всего. У меня есть отзывы негативные, я не удаляю. Есть прям отзывы до смешного, там люди пишут, работала у него в магазине, там, двадцать дней, там, у меня никогда в жизни, там, в моей, там, вот этой большой жизни, там, да, не было магазина. И у меня люди не могли работать в магазине, вообще никак. Я интернет. То есть, я их не удаляю и не оспариваю, ну, потому что это клоуны, там, что мне с ними, там, да. А бывают, приходят люди, которым, действительно, моя консультация, там, из восьмиста человек не понравилась. И негативный отзыв, это будет хорошо. Потому что, если бы у меня, там, допустим, на одном ресурсе есть восемьсот отзывов и десять из них негативные. Это, я считаю, хорошо. Почему? Но я их отрабатываю. Я не пытаюсь, там, договориться, их удалить. Я их отрабатываю и показываю, что я не обязан вам нравиться. Я, ну, то есть, ко мне приходит человек и говорит, эээ, хочу консультацию. Я ему даю консультацию. Он мне оплачивает мое время. И я ему на консультации говорю, что ваш сайт ерунда, его проще удалить, забить и сделать новый. Потому что то, вот то, что он мне показывает, это не сайт, это набор кода, больше ничего. А он этого не ждет. Он ждет, что я скажу, ооо, это чудесный сайт, я такого никогда не видел, эээ, как, возьмите меня, давайте я буду вам это вот там, да? И ему, конечно, не нравится то, что я ему сказал. А еще бывает вот осень, либо весна, у людей бывает обострение. И люди понимают, что если у вас среди восьмиста отзывов десять негативных, там, десять процентов, то это нормально. Вы не можете всем нравиться. И это то, что вы не скрываете, эти негативные отзывы, я считаю, делает вам честь. Потому что, когда ты приходишь к человеку, и у него там две тысячи отзывов, и все положительные, ни одного отрицательного, думаешь, эх, накрутил. Так? Ну вот так вот.